Субтитры делал DimaTorzok Так же внезапно, как и появились в нем Получается, служители закона поступили как обычные преступники Мало того, что ворвались без предупреждения, так и вели себя Откровенно, по-хамски Я писала в фейсбук, что вы там пишете, они пытались помешать мне Потом я стала снимать на камеру, на телефоне Они вырывать начали физически, прямо из рук у меня телефон вырывали Очень нагло разговаривали, применяли, физически нас толкали Но это, как оказалось, цветочки Ордера на обыск у пришлых при себе не нашлось А с работниками здания поступили не иначе, как с заложниками Они нас угрожали, сказали, мы сейчас вам покажем Здесь вот Ксении буквально, что вы так с нами так разговариваете Она говорит, ну вы скажите, как вас зовут, почему вы так все видите А вы себе, как они говорят, может мы можем вас из балкона выкинуть Сейчас Буран вызовем Основная причина подобных налетов – попадание в немилость к действующей власти Совсем некорректно и скорее даже незаконное отношение к оппозиционным СМИ в Казахстане уже не в новинку И ГНБшники такое тут бывали, и такое делали, выносили там ксероксы, компьютеры и так далее И финполиция бывала, но теперь судоисполнители И судоисполнители, наверное, раньше бывали Вспомнить хотя бы события прошлого года, когда группа служителей закона налетела на редакцию газеты «Репаблик» Прокуроры запретили всем журналистам, работавшим ранее в газете «Голос Республики» трудиться в новом издании Потому что оно, видите ли, единое СМИ-Республика Правда, на каком основании действовали тогда люди в форме, они ответить так и не смогли Вопрос самый простой Этим людям нельзя писать материалы в газеты? В таких условиях, когда власть на корню убивает проявление любого инакомысля Причем такими, мягко говоря, нецивилизованными методами Не то что о свободе слова, а о Казахстане, как о вочине демократии Остается просто помалкивать в тряпочку Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова